МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Факты происшествия. Два человека погибли в крупной аварии с участием четырех грузовиков в Кавказском районе. На трассе Краснодар-Кропоткин 57-летний водитель большегруза ИВЕКа выехал навстречу и лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом. Им управлял 30-летний мужчина. От удара ИВЕКа перевернулся и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». А КАМАЗ с еще одним КАМАЗом. Двое водителей скончались на месте. Еще один шофер с тяжелыми травмами госпитализирован. Зерно и газеты, которые перевозили фуры, разбросаны на трассе и по обочинам. Подробности этого ЧП смотрите через несколько минут в программе «Факты». Убийца из Белореченска предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в расправе над 51-летней знакомой. По версии следствия, подозреваемый работал таксистом. В день ИКС он подвозил женщину, с которой по дороге поругался. Машина остановилась в лесополосе, и словесная перепалка продолжилась. Мужчина не выдержал и нанес жертве не менее 30 ударов ножом, после чего сбежал. На следующий день погибший обнаружил местный житель. Он же вызвал полицию. Подозреваемого 38-летнему мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. С причинения смерти по неосторожности едва не начал свой день водитель отечественного внедорожника. Утро. Трасса западного обхода в Краснодаре. Транспорт притормозил, чтобы пропустить пешеходов. И только люди начали движение по зебре. Впереди Нива протаранила отбойник. За малым не пешеходов. Согласитесь, этот ролик веский повод смотреть по сторонам. Что вдохновило водителя на такой рискованный дорожный пироид, непонятно. Напоминать о нем теперь будет помятый бок и разбитая фара автомобиля. Крики о помощи сегодня остановили прохожих возле одной из школ Сочи. В открытый колодец провалился второклассник. Он едва наступил на крышку люка. Она перевернулась, и ребенок вмиг полетел вниз. Мальчик оказался полностью в воде, благо помощь вовремя подоспела. Незнакомые мужчины сообразили, что делать. Один спустился к ребенку с веревкой, другой страховал сверху. Плачущего пленника успокаивала чья-то мама. И уже через несколько минут школьника вытащили из-за подни. Все нормально, все. Насквозь промокшего мальчика его рюкзак с книгами передали родителям. А многочисленные малолетние зрители хорошо усвоят урок и будут осмотрительными. 9,5 лет колонии строгого режима. К такому наказанию приговорил Приморский суд Новороссийска, 31-летнего жителя Санкт-Петербурга, за продажу более 30 килограммов смертельно опасного порошка. По информации кубанского управления ФСБ, в конце 2016 года осужденный наладил кокаиновый трафик. Мужчина привлек к осуществлению своего замысла знакомого, которому поручил приехать на Кубань, получить наркотик и доставить обратно в северную столицу. На стационарном посту весового контроля в поселке Владимировка под Новороссийском была остановлена подозрительная машина марки «Шкода». Автомобиль был профессионально переоборудован для скрытной перевозки наркотического средства в особо крупном размере. Обнаружение тайника представляло затруднение даже для специалистов. По результатам проведенных оперативных действий, при выезде из города Героя курьер был задержан, 36 килограммов кокаина изъято из незаконного оборота. Оптовая стоимость на черном рынке данной партии наркотика составляет более 500 миллионов рублей. Приговор суда вступил в законную силу и, помимо заключения, виновный заплатит штраф 500 тысяч рублей. Попытку сбыта особо крупной партии наркотиков пресекли в Сочи. На посту ДПС Магрии в районе тоннеля инспекторы остановили для проверки документов двоих мужчин. При виде людей в форме пешеходы бросили на землю рюкзак и попытались сбежать, но их поймали. В ручной кладе полицейские нашли свертки с растительным веществом серо-зеленого цвета. Эксперты подтвердили, что это около килограмма марихуаны. В настоящее время в отношении фигуранта возбужденного уголовного дела по статье 2.2.8.1 Уголовной Косовской Федерации фигуран заключен под стражу. Обращая внимание жителей и гостей города Сочи о имеющихся известных им фактах по линии законного оборота наркотиков, просим сообщать дежурную части отделов полиции. С задержанными оказались ранее судимый 44-летний житель Мурманской области. Это как раз его рюкзак, а второй фигурант – его 33-летний приятель из Ставропольского края. Оперативники установили, что приезжий из Мурманска находится в федеральном розыске. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Владелец гостиницы ответит за смерть ребенка. В Сочи по уголовному делу о гибели 7-летнего мальчика, упавшего в ливневку, предъявлено обвинение хозяину гостевого дома, где отдыхала бабушка с внуком. Следователи считают, что мужчина самовольно установил перед зданием бетонную плиту для удобства входа в дом. Конструкция как раз располагалась над канализацией. Место не оборудовали перилами. В результате в августе этого года 7-летнего мальчика, который направлялся к гостевому дому, сбило потоком воды, и он упал в открытую канаву с дождевой водой. Спасти ребенка не удалось. Мужчина вину признал. Расследование продолжается. Два миллиона фальшивых рублей. Именно такую сумму изъяли из незаконного оборота полицейские на Кубани с начала этого года. Самой популярной купюрой для подделки злоумышленники выбирают пятитысячную. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать ряд простых правил. Не разменивать крупные деньги незнакомым лицам, проверять сдачу в магазине или на рынке, сохранять чеки из банкоматов. Эксперты обращают внимание на отличительные признаки поддельных купюр номиналом 5000. Герб Хабаровска не меняет цвет с малинового на золотисто-зеленый и обратно. Водяные знаки на фальшивке отчетливо читаются без рассматривания на просвет. И важно помнить, что попытка расплатиться подделкой грозит уголовным преследованием. Теперь краснодарские дороги. Обзор автоаварий за минувшие сутки подготовила Ксения Галич. Думал, что его сосед окажется более шустрым и проворным, но ошибся. Водитель отечественной легковушки на перекрестке Московской 40 лет победы взял неплохой разгон, преодолевая трамвайные пути. Намеревался и дальше следовать в таком темпе, если бы не одно «но». Шофер на иномарке впереди лихача не собирался гнать. Поэтому и случилась досадная ситуация. Сильный удар и оба кузова помяты. Хотя больше посочувствовать, наверное, надо рулевому девятке. По аналогичной схеме случилось ДТП и в другом районе Краснодара. Это кольцо Селезнево-Сармовское-Старокубанское. Но тут отличие в том, что скорость была менее агрессивная. На повороте столкнулись два седана, пока один шофер пропускал пешехода на зебре. Никто не пострадал. Если не считать временные неудобства при объезде аварийных машин. Сказалась накопленная за день усталость. Иначе трудно объяснить дерзкое поведение воителя иномарки в начале 8-го на перекрестке Тургенева и Калинина. Видимо, мужчина спешил на ужин и не стал ждать, пока загорится зеленый. Промчал пулей и зацепил легковушку из левого потока. А та врезалась в еще одну иномарку. Так спешка одного человека едва не искалечила других водителей. К счастью, пострадавших нет. Мужчина посадил за руль ребенка в Ейском районе. Очевидцы засняли кадры, на которых видно, как водитель расслабленно разговаривает по телефону, в то время как баранку крутит маленькая девочка. О чем думал безответственный отец, подвергая опасности собственного ребенка, остается только догадываться. И хорошо, что такие эксперименты во время поездки закончились нетрагично. Автоинспекторы просят соблюдать правила дорожного движения и не рисковать жизнью своих пассажиров. Добрые люди сбросили на машину соседа Арбуз. Инцидент случился в Краснодаре. Крупная ягода разбила стекло и помяла дверь автомобиля. Владелец транспортного средства снял на мобильные последствия произошедшего. Сейчас пострадавший ищет свидетелей ЧП и того, кому понадобилось выкидывать арбуз с верхнего этажа. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Только хороших вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин